Традиционная августовская педагогическая конференция прошла в среднем общеобразовательной школе номер 7 накануне Дня Знаний. В актовом зале собрались педагоги, руководители учреждений, представители ученической и родительской общественности, а также чиновники администрации городского округа. Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю нашей традиционной августовской встречи и начала нового учебного года. Я очень рада возможности вместе с вами обсудить проблемы и задачи, которые предстоит решать нашему районному образованию на протяжении учебного года нового. Уверена в том, что сегодня, рассмотрев итоги прошедшего, вы наметили конкретное реальное выполнение планов и задачи на предстоящий период. Развитие системы образования, забота о будущем поколения для нас один из главных приоритетов. Мы понимаем, что сильное образование, профессиональное педагогическое сообщество – это наша поддержка и опора в любых вопросах. От того, какие знания получат наши дети, от того, в каких детских школах и садах, и зависит их успехи в учебе, творчестве, спорте, и зависит их будущее. Обсуждали актуальное состояние и перспективы развития системы образования городского округа «Ахинский». Этой теме был посвящен доклад начальника управления. Вести итоги, сформулировать задачи на новый учебный год. С 1 сентября 2022 года начинается реализация новых ключевых решений, направленных на дальнейшее развитие системы общего образования. Среди наиболее важных документов – указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении в Российской Федерации года педагога и наставника. Новая концепция подготовки педагогических кадров для системы общего образования до 2030 года. Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. Введение обновленных в ГОС начального общего и основного общего образования. Стандарт церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации в образовательных организациях. Проект «Школа. Минпросвещение России». Историческое посвящение и патриотическое воспитание. Новая концепция развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации. Методические рекомендации по реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Все перечисленные начальником управления документы призваны способствовать развитию общего образования. Участники конференции обозначили главные ориентиры, на которые следует опираться именно в этом учебном году. Опыт работы с учащимися по гражданско-патриотическому воспитанию представила исполняющая обязанности директора 7-й школы Елена Михайловна Мирена. «Полагаю, мы с вами едины в понимании того, что активизация, укрепление и развитие системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, сохранение преемственности поколений, формирование российского патриотического сознания – важнейшая задача современной школы. Федеральный государственный образовательный стандарт формулирует социальный заказ школе, который выражается в национальном воспитательном идеале – это высоконравственном, творческом, компетентном гражданине России. Мы с вами понимаем, что в сложившихся условиях данное направление работы обретает новый смысл, новое содержание и требует новых подходов к его реализации». Елена Михайловна рассказала о важности патриотической воспитательной работы, также рассказала о планах в этом направлении своего учебного учреждения. «От того, сколько душевного тепла вы потратите на каждого ребенка, сколь долгим будет ваше терпение, и так зависит наше качество образования. Я хочу всем пожелать нам здоровья, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи, а главное – всем нам получать удовольствие от собственной работы». После пленарной части конференция работала традиционно по секциям. Многие педагоги в этот день получили почетные грамоты и благодарственные письма. «Учители русского языка и литературы». Рашидова Эвелина Сиитовна – педагог.